Спасибо большое. Спасибо большое. Это опухоли так называемого второго типа, постпубертатные опухоли яичка, которые чаще всего и попадают во взрослую хирургическую практику. И сюда относятся опухоли, которые ассоциированы с так называемой герминально-клеточной неоплазией инситу. Это широкий спектр герминогенных новообразований. Чаще всего, конечно, это опухоли смешанного состава. И с точки зрения патогенеза это является результатом дисбаланса функций генов, которые отвечают за пролиферацию, и функций генов, которые отвечают за дифференцировку. И в силу внешних факторов либо тестикулярного дисгенеза или дисфункции клеток сиртоли приводит это всё к тому, что не происходит переключения пролиферативных генов на дифференцировочные. И эти незрелые прогениторные клетки при наступлении периода полового созревания под действием половых гормонов начинают пролиферировать и, собственно, являются субстратом герминально-клеточной неоплазии инситу, которая в дальнейшем при молекулярном прогрессировании, которая заключается в первую очередь в тетроплоидизации, то есть это увеличение и без того двойного набора хромосом ещё в два раза, что является результатом патологии клеточного деления. В дальнейшем происходит рандомное изменение количества хромосом целиком или их участков, и происходит формирование изохромосомы 12П. И вот, собственно, амплификация короткого плеча 12-й хромосомы и генов, которые она кодирует, является тем молекулярным субстратом, который даёт фенотип герминогенных опухолей. И в зависимости уже от нюансов, от активизации кит-сигнального пути или репрограммирования до статуса эмбриональной карциномы, которая фактически является аналогом эмбриональных стволовых клеток и обладает максимальными возможностями с точки зрения потенции к дифференцировке, и уже определяет тот фенотип, с которым мы сталкиваемся. Здесь, конечно, нужно сказать ещё пару слов о пластичности новообразований. И хотя глобально у нас есть два пути развития герминальной клешной нооплазии ин-ситу по типу семеномы и по типу несеменомы, но, тем не менее, вы видите, есть данные, которые говорят о том, что семенома, с одной стороны, может дедифференцироваться фактически или репрограммироваться до состояния эмбрионального рака, в то же время она способна на фоне, в том числе, системного лечения созревать до тератомы, и это определяет наличие несеменомного компонента, в том числе, в резидуальных массах у пациентов, которые имеют чистые семеномы в тестикулярном образовании, и, конечно, большая пластичность эмбрионального рака, который может давать любые варианты герминогенных опухолей с точки зрения фенотипа. И большое внимание, конечно, нужно уделить тератоме, потому что постпубертатного типа тератома несет вот эту вот молекулярную метку изохромосому 12P, является злокачественной опухолью с точки зрения своего генотипа, и при этом она также имеет определенный потенциал к обратной дифференцировке как в сторону семеномы, так и в сторону более агрессивных вариантов несеменомных герминогенных опухолей, в том числе, доэмбрионального рака. Это, собственно, определяет особое отношение к этой опухоли. Что касается исследования гистологического материала, то отечественных рекомендаций на сегодняшний день нет, но есть у нас международные профессиональные сообщества, которые занимаются вопросами стандартизации как самого исследования, так и отражения результатов этого исследования. И одним из ведущих таких групп является колледж американских патологов. Он регулярно публикует свои рекомендации, и, собственно, если мы к ним обратимся, то необходимая информация, которая должна быть отражена в направлении на гистологическое исследование, безусловно, это локализация опухоли, тем не менее, откуда был получен образец, либо это забрешинные узлы, либо это таракальная локализация образования и так далее. Кроме того, конечно, нас интересует информация о предшествовавшем лечении. Это хемонаивная опухоль, либо это опухоль леченая, в которой мы должны искать признаки лечебного патоморфоза, либо оценить достижение полного лечебного патоморфоза, что на этапе начала гистологического исследования, на макроскопическом этапе, определяет подход к вырезке и забору фрагментов. А также, конечно, нас интересует количество представленных групп лимфатических узлов. В заключении, безусловно, в первую очередь мы должны отразить наличие жизнеспособной опухоли. И здесь нужно, так сказать, делать одну терминологическую ремарку, потому что неоднократно сегодня ссылались на данные, где указывается, что частота выявления в забрешенных лимфоузлах тератомы 30-40%, частота выявления жизнеспособной опухоли 10-15%. Но при этом тератома сама по себе тоже является жизнеспособной. Это живая опухоль. Она, собственно, с точки зрения морфолога определяется тем, каким образом опухоль воспринимает красители. Вот если мы посмотрим на микрофотографию, то верхняя её половина представлена некротическими массами. Это детрит, который не воспринимает гемотоксилин или кислые красители. В то время как жизнеспособная опухоль тератома, она зрелая, она представлена элементами дифференцированными, терминально дифференцированными. Поэтому, собственно, это опухоль, которая нечувствительна к системным видам терапии. Но, тем не менее, она является жизнеспособной. Поэтому было бы корректнее говорить о том, что частота чистой тератомы 30-40%, а частота выявления жизнеспособного нетератомного компонента составляет порядка 10-15%. И это очень важная ремарка, потому что это определяет стратегию адъювантного лечения по отношению к заброшенной лимфоденоктомии, если мы говорим о ней. Если же имеется жизнеспособная опухоль, то мы должны её, как я уже сказала, классифицировать как тератому зрелую, либо как нетератомный компонент и указать долю каждого из вариантов гистологических проявлений герминогенных опухолей, потому что, как правило, они всё-таки смешаны, и, возможно, сочетание различных нетератомных элементов. И здесь полуколичная классификация может иметь значение, потому что разные варианты герминогенных опухолей ассоциированы несколько с разным прогнозом, и худший прогноз ассоциированный именно с эмбриональным раком. И, собственно, это определяется биологией и степенью плюрипатентности клеток этого варианта опухолей. Собственно, если мы обратимся к рекомендациям НССН, на сегодняшний день именно наличие зрелой тератомы чистой или некроза позволяет сертифицировать пациента в группу наблюдения. Ранее в этих рекомендациях был порог в 10% жизнеспособных опухолевых клеток, подразумевался нетератомный компонент опухоли. На сегодняшний день, вы видите, его нет в рекомендациях, то есть просто наличие любого количества нетератомно-жизнеспособной опухоли является показанием для адювантной терапии. И нужно, конечно, коснуться нескольких нюансов, которые в большей степени должны интересовать патологов, но, тем не менее, незрелая тератома. На сегодняшний день очень сужено определение этой категории. Мы чаще всего с ними сталкиваемся у пациентов препубертатного варианта. Реже в постпубертатных тератомах возможно наличие компонентов, которые могут соответствовать незрелой тератоме. И на сегодняшний день это подразумевает только наличие незрелого нейректодермального компонента. И опухоль градируется, как и опухоли детского возраста, в зависимости от той площади в полях зрения малого увеличения микроскопа, который вот эти элементы незрелой нейректодермы занимают. И, собственно, представленная эта мелкокруглоклеточной опухолью, как правило, наличие нейропиля свидетельствует о том, что это круглоклеточная опухоль нейректодермального происхождения, возможно имитация нервной трубки с формированием многослойных нервных структур и розеток. Ранее к проявлениям незрелости тератомы относились ещё и различные виды эмбриональных опухолей или опухолей детского возраста. На сегодняшний день эта ситуация пересмотрена, и фактически это опухоли, которые являются, по большому счёту, отражением соматического типа злокачественности в виде опухоли эмбрионального типа. Мы можем встретиться с такими образованиями, как опухоль Вильмса. Как правило, это всё-таки забрюшинные массы, возможно, рецидивные узлы. И вообще формирование соматического типа злокачественности в большей степени характерно для опухолей, которые имеют рецидивное течение, либо опухолей, которые уже подвергались ранее системному воздействию. Чаще всё-таки это саркомы, но, возможно, широчайший спектр соматических проявлений, в том числе и карциномы. И тем не менее, это отдельная уже прогностическая группа. И лечить таких пациентов, если, собственно, злокачественный компонент, помимо тератомы, представлен именно такой опухолью, необходимо, исходя из подходов, которые имеются к лечению соответствующего соматического компонента. Кроме того, в репорте морфолога, помимо вышеозначенных позиций, необходимо указывать дополнительные параметры, которые могут быть учтены. Это и размер наибольшего метастатически изменённого лимфоузла, либо конгломерата, если он формируется, что нередко встречается в нашей практике. Указывается отдельно размер наибольшего опухолевого депозита, наличие экстранодального распространения, потому что является косвенным предиктором большего риска локального рецидива. Очень важным параметром является, конечно, оценка радикальности вмешательства и статус краёв резекции. Патолог здесь может тоже помочь хирургу оценить степень радикализма удаления резидуальных масс. Но для этого, конечно, желательно исследовать образование N-блок. При пофрагментарном удалении это становится невозможно. И есть ещё, собственно, ряд проблем, которые связаны именно с природой опухоли. Вы видите, вот на этой микрофотографии представлена зрелая терротома, которая помимо кистозного компонента хряща содержит в себе ещё жировую фиброзную ткань, которая является с точки зрения молекулярной генетики опухолевой, она несёт из-за хромосомы 12P, но морфологически отличить вот этот вот чисто опухолевый фиброз и чисто опухолевый жир от нормального жира, от нормальных структур соматического организма без дополнительных методов невозможно. На сегодняшний день широко использование каких-то дополнительных методов для того, чтобы определить точно, есть ли в краях опухоли или нет, не используется. И, конечно, в таких ситуациях мы полагаемся в большей степени на впечатление хирурга относительно того, насколько радикально удалено образование, была ли повреждена капсула или нет. Вот, собственно, пример, когда мы видим, что краска находится на поверхности фиброзной ткани, достоверно, чисто на морфологическом уровне утверждать, что эта фиброзная ткань является компонентом тератомы, либо эта фиброзная ткань является псевдокапсулой образования, невозможно. И, конечно, истинная оценка краёв резекции возможна только при их маркировке. Для этого необходимо использовать специальные гистологические красители, что, к сожалению, в нашей стране всё ещё пока не является стандартом. Но, опять же, в силу отсутствия локальных рекомендаций, что может быть некоторым образом откорректировано при внесении соответствующих данных в клинические рекомендации Минздрава. И если мы обратим внимание на каповские рекомендации, то здесь нигде нет необходимости оценивать степень лечебного патоморфоза, и нет необходимости её категоризировать. Её и раньше не было, потому что на сегодняшний день для герминогенных опухолей не существует ткани специфической или опухоль специфической системы оценки лечебного патоморфоза. Применение же опухоли-агностических систем оценки лечебного патоморфоза по типу Лушниковой и Лавниковой не имеет большого смысла, потому что они, с одной стороны, клинически не валидированы, с другой стороны, не имеют большого прогностического значения, помимо, разумеется, крайних позиций. То есть отсутствие жизнеспособной опухоли, безусловно, ассоциировано с улучшением отдалённых результатов, в то время как её наличие не ассоциировано. И, как мы видим, на сегодняшний день даже из рекомендаций НССН этот полуколичественный критерий в 10% тоже исключён, и фактически мы должны оценить просто наличие либо отсутствие жизнеспособной опухоли в удалённых массах. Но опять же, чтобы это сделать, нужно провести довольно большую работу. Уже неоднократно сегодня упоминалось о том, что нередко эти образования достигают размера нескольких десятков сантиметров, и они отличаются высочайшей степенью гетерогенности по своему строению. Для того, чтобы адекватно оценить и степень лечебного патоморфоза, и, безусловно, утверждать, категорично имеется ли жизнеспособная нетератомная опухоль в пределах образования, нам необходимо исследовать большой объём тканей. Это экстенсивная вырезка, это очень дорогое исследование с точки зрения время затрат и ресурса затрат. И, конечно, об этом тоже надо помнить, об этом нужно говорить, потому что это имеет очень большое индивидуальное значение для каждого пациента. И, как уже неоднократно говорилось сегодня, исследование такого материала, в том числе и на морфологическом уровне, как я уже говорила, с учётом сложностей, которые возникают ещё на этапе макроскопического исследования, конечно, целесообразно выполнять в центрах, которые обладают соответствующим опытом. Спасибо.